Всем привет, с вами Григорь Эджерд и Добро пожаловать к Фолл Город Алисандровску. Сегодня у нас еще накопилось немного обновлений, то есть, хоть их не так много, но все же есть что рассказать. Поэтому присаживайтесь по утрам, а мы начинаем. Первое обновление это дом серии 1.204.114, можно сказать, Сталинка. Модификация распространена серии 1.204, правда это по комнатной оси, то есть общежития. Такие дома есть в Чернске, тем более всего зафиксирован пока что. Всего два таких дома. И это в моем Валеринском районе. Внутрь. Так что получается, ладно. В этой комнате, наверное, будет бессмысленной. Вот тут вот такая комната с тремя окна. Комната поменьше. Такая вот одна. Дальше еще комната, чуть побольше. Чуть побольше, чуть поменьше, то есть плюс-минус. В конце карибера у нас общая кухня. Такая вот незамысловатая. Тут у нас холодильник, раковина, полочки для посуды. Там всякие тарелки, кастрюли, вилки, ложки, вытяжка кухонная. Плита, печь, наверное, просто печь поставил. И посудомойка. Ну и разделочный стол, чтобы можно было приготовить. Оп. Дальше общая прачечная. Тут у нас две раковины, две стиральные машины и отдельная доска. Особо показывать сейчас, мягко говоря, больше нечего. Так. Летится на второй этаж у нас. Дальше выход на общий балкон. Вот. Вот так вот. Вот он у нас вид на дома 121 серии. То есть пятиэтажки вот такие вот. Здесь у нас магазин чижек. Всего пока что три таких магазина. Дом располагает... Дома... Эти дома и тут все это станки располагаются на экстрактной улице. Извиняюсь, вынужден был немного отойти. Тут тоже самое, только у нас есть выход на пожарную лестницу. То есть с той и с другой стороны. Вот можно спуститься. И так же есть выход на чердак. Правда я его закрыл. Ну сказать. Вот, можно сказать, железными дверями. Чтоб наверняка. Вот сам чердак. В принципе там особо показывать нечего. Потому что я, можно сказать, не занимался обустройством чердака. Ну что ж, друзья. Составинка я, можно сказать, разобрал. Я ее показал вам. А теперь, ребята, я хочу поговорить насчет дома. Эээ... Как бы... Как вам сказать... Недокопии серии... Эээ... Один пятьсот двадцать восемь, КП-41. Вот. Вот. Самые первые дома даны в серии, точнее, недокопии. Первые недокопии появились именно на улице Бакинских комиссаров. Это... Вот. Где у нас вот сквер. Пономаревский сквер. Там Пусть Ленина. Вот. Здесь вот. Эти дома, можно сказать, как бы имитировали. Дома... Ээ... Серии... Один пятьсот двадцать восемь, КП-41. Так сказать... Внешне были чем-то похожи, то есть, на расположение балконов. Но... Отличалась, во-первых, планировка. Во-вторых, боковая сторона. То есть, такая торцевая сбоку. Такой сбоку. То есть, там два окна. А должно быть три. Это вторая. И третья отличается подъезд. Точнее, так сказать, лицевая сторона. То есть, там... Вдруг там нету таких выпуклостей, как в оригинальном доме. Вот. А сейчас ведутся работы по, можно сказать, строительству данного дома. Серии один пятьсот двадцать восемь, КП-41. То есть, работаем по созданию оригиналов. В строительстве, точнее, оригинального дома. Ээ... И, возможно, эти там... Эти, можно сказать, либо... Останутся вот эти вот дома неоригинальные. Или же будут снесены. Ну, а как показала практика, не все дома, можно сказать, можно снести, ввиду того, что там, можно сказать... А можно сказать, зажатые, можно сказать, между другими дорогами. То есть, зажатые между дорогой, например, или тротуаром, то есть, и другими домами, то есть, может быть... Это также связано с вот этими хрущевками, которые там неоригинальные, ну, так сказать... Планировка, да. И, в том числе, неоригинальные окна. То есть, там, три на три блока. А, здесь два на три блока. Причём, ну, как сказали мне товарищи в Телеграме, это, можно сказать, переработанная версия хрущевок. Поэтому я добавил, можно сказать, припис... Поэтому я решил сделать... При этом сделал вид, что это всего лишь арестаторская модификация, то есть, хрущевки с переработанными планировками, и на этом всё. Строительство прекращено. Последний дом арестаторской модификации, то есть, 1 447, то есть, неоригинальный. Постоя на проспекте Ленина, и на этом строительство, подобно тому, что завершено основание. А теперь, у себя самое-самое интересное, что я решил оставить, как говорится, на последнюю, то есть, на закуску. Это то, что я сейчас работаю над... Ну, так сказать, над Ледовым городком. Он располагается в парке имени Василевского. Где у нас тут? Кинотеатр под открытым небом. Вот этот зал. Также кафешка. Например, беседки, там, Сакура. Удивительно. Удивительно. 29 ноября, а там Сакура. Ну, это чисто декорация. Дальше, ещё там, ещё беседки, там. Площадки, то есть, спортивная, детская площадка. Вот это всё шашлычное ещё. И именно здесь я решил сделать, ну, сказать, Ледовый городок. Почему именно здесь? Потому что не было у меня других вариантов, то есть, построиться, где лучше построить Ледовый городок, либо где-то на проспекте Ленина, там, где планируется музей. Или же где-то, где-то в другом конце, как говорится, города, или, может, даже в Гагаринском районе, или где-то, или даже в глубинах посёлка, то есть, первостроительный. Но я решил, что пускай будет в парке имени Василевского. То есть, другого варианта у меня больше нету. Вот такс. В общем, давайте я покажу, что на сегодняшний день я успел сделать. В общем, я сделал две площадки, мини-лабиринты и ёлку новогоднюю. Ну, и сделал дорожки. Правда, дорожка вышла колхозной, то есть, это крота такая вот. Ну, что есть, то есть, как говорится. В общем, у нас такая ёлка, то есть, всего 12 блоков высотой. Согласитесь, не слишком красивая, но, тем не менее, первый блин вышел у меня нормально, то есть, не комов. Хоть она, можно сказать, поменьше высотой. Так вот, я скрытил, там, добро-сутишные эндо, добро-блоки, там, типа, эти новогодние шары. А внизу я бы добавил шалкеровые ящики, типа, это подарки. Ну, точнее, коробки. Подарочные. Также, здесь я планирую, типа, ещё один лабиринт сделать, как же это только побольше, или же добавить неговика. Вот. Корки, они, в принципе, насчёт горок, вот что скажу, они одинаковые, то есть, это, как две капли похожи тут на другу. Такие вот, то есть, лёд, здесь доски, вот. И специально вот это ограждение, там, специальное. А лабиринт, ну, сказать про лабиринт, ну, мало, что он не хочет сыграть, просто, вот, он такой маленький. Может, там, и, можно сказать, ну, возможно, вот здесь вот, вот, я делаю побольше его. Такой размер. Тем не менее, выйдет, такая вот, нехилая площадка, выделяя для этого, сквит, ну, вот, для долгого отката. И, в крайнем случае, вот, в крайнем случае, если, как минимум, я планирую открыть 8 декабря, в крайнем случае, как минимум, в 20, как минимум, не позже, чем, например, 19 часа, хотя бы выходные иди, то есть, 18-19 часа. Вот, и где-то приблизится вот это время, вот. Ладно, друзья, ну, сегодня я пока что всё. А, кстати, забыл вот, забыть, то, что расположение такое, то есть, что там, буквально почти в нескольких, ну, грубо говоря, 2-2 почти минутах ходьбы, а то, тоже кафешки, а то, тоже вот это, зала, вот открытым небом, вот это всё. И, да, ну, ещё и беседка, и, ну, ещё, буквально, в двух шагах почти что до мангальных, до шашлычных, вот. Может быть, я, возможно, добавлю варьки, там, вот, здесь вот, для, можно сказать, удобства, и, возможно, бью туалет туда же, не фигачо, если надо было. Ну, что же, на сегодня я покажу всё, в общем, выпуск получился длиннее, то есть, всего 10 минут, сейчас один, скоро одиннадцатый год. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, делиться видео с друзьями, чем больше лайков, тем больше будет новых видео. Не забывайте также залезать ко мне в группу ВКонтакте, на мой сервер Дискут и на мой чат в Телекарте, там тоже много новостей, ссылка тоже в описании под видео. Также, вы можете поддержать мой канал Копеечка, и для этого есть Донейшн Алёрт, ссылка в описании под видео. Ну, что же, с вами был Григорь Эджвард, я решаюсь основателем и владелец в городе Алисатовская, всем до новых встреч, друзья. Пока.